Как российские каналы детей уму-разуму учили? Теперь для них буква А не арбуз или аист, а Б не барабан. Каким вырастет поколение, воспитанное на ненависти? Кто наш враг? Украина. Это антизомби. Территория без пропаганды. Россия бьет! Россия! Украина умерла? Нет фашистов, но там бачить! Вот, что ж нормально будет, повалить! Наверное, бес вселился в украинцев и на Майдане родилась напасть, что внуки в прихвости немецких фрицев подняли под себя на храпом власть. Они называют это патриотическим воспитанием. Мы, конечно, сделаем все, чтобы не снижать расходы на воспитание и развитие наших детей. И начиная с ясли, у детей в России далеко не сказочные герои. Почему я поддерживаю Путина? Вы понимаете, потому что я патриотция страны. Уже в три года они не против убивать. То есть укропы плохие? Да. Угу. И как ты считаешь, что мы должны с ними сделать? Помогите. 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 А немного повзрослев, хорошо знают, кому правильно посвящать песни. Владимир Путин, молодец! Политик, лидер и борец! Но вот вопрос. Разве сами дети виноваты в том, что где-то сверху решили сделать их такими? Я успела ему задать лишь один вопрос. Зачем вам был нужен топор? На что я повторяю, он нагло так посмотрел на меня и ответил, что убивать русских детей. Это антизомби. И мы расскажем о взрослых сказках лживых журналистов для российских детей. Пока пес Филя, оставив на хозяйстве Каркушу и тетю Оксану, ушел на угадайте какую войну, пустующее место друга всех детей России заняли Пробовал трахнуть женщину на мотоцикле на скорости Байкеры Патриотическая сказка для детей и взрослых Политическим оттенком Столичные байкеры в своем центре в Мневниках устроили оглушительное Шоу от байк-клуба «Ночные волки» С волками у малышей нашего северного соседа традиционно все складывалось хорошо. Один обещал спеть Сейчас спою Другой страдал от коварного зайца Ну, зайц, погоди! Но в современной России быстро осознали от подобных персонажей пользы ноль У нас есть проект решений, мы обязательно его доработаем в соответствии с вашими предложениями и будем двигаться вперед Совсем другое дело «Ночные волки» байкера-хирурга Чтобы дети знали, что Русь победит врагов и все окончилось очень хорошо и прекрасно Вы только гляньте на дятю, он-то точно плохого не посоветует Это же почти джигурда, только на мотоцикле Конечно же, это так просто, такие вещи не приходят Это должны какие-то подтолкнуть тебя, какие-то реальные события Или человек должен озарить или вдохновить Иначе это не сделаешь, просто невозможно сделать Они выращивают нацию в зомби Ну, а конечная цель-то простая, да? Вот, все нужно объединить и этим всем нужно управлять То есть нация дебила, не способна к критическому мышлению Не способна к созданию эволюционного продукта Способна исключительно к уничтожению всего живого А чтобы понимать новости, детям было проще В России активно продвигается новая азбука Теперь для них буква А не арбуз или аист, а Б не барабан Ученики 11-й школы Иркутской изучают новую азбуку И узнают о политической жизни Если А это антимайдан, а Б Беркут Угадайте с одного раза, что написано под буквой П Мы пришли и нас там встретили просто с распростертыми объятиями Они сказали, у нас 13 классов Вы бы могли поменьше масштабом, но в каждый класс нам сделать Чтобы мы их повесили, чтобы смотрели Подходили преподаватели, хвалили нас То есть мы даже не ждали, что нас так примут Интересно, что азбука развивает у малышей и образное мышление Взять хотя бы министра Лаврова и твердый знак Такие ситуации возникают, потому что Лавров очень твердолобый и упертый Он как баран атакует с время ворота эти дипломатические, скажем так Твердость, объясняют создатели азбуки детям И это тот случай, когда с ними сложно не согласиться И в Крыму видели, что происходит? Там была попытка правого сектора, Пандеры, Шухевича Там не было наших военных специалистов и экспертов В Крыму произошло то, что предусмотрено Усталом ООН Территориальная целостность, суверенитет Обязаны уважаться Ну, может, смешно, я не знаю, мне тоже было смешно, я сдерживался У вас, конечно, извращенное сознание, я это уже понял Так твердо и уверенно врать еще нужно уметь Естественно, имеется в виду, что Лавров твердо врет Вот, очевидно, в этом они видят какой-то героизм Они считают, наверное, что он партизан на допросе Но главное в такой азбуке актуальность А значит, дорабатывать точно придется Вот, например, Гэ – это гавкать И правильный ярлычок рядом А Лайф Ньюс – это такой канал Девушки, давайте знакомиться Такой абсолютный сливной бычок, простите Тем временем в игре в одни ворота Незащищенный детский разум Вчистую проигрывает федеральным каналам А что ты знаешь про ситуацию на Украине? Там вроде гражданской войны Потому что народ не согласен с их президентами Как они ставят законы в стране Я знаю, что там будут споры между Америкой и Россией Они спорят, чей, ну, Крым, чей Вежливые люди из Останкина могут быть собой довольны Ликбез по Крыму для подрастающего поколения проведен на уре После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань А тем, кто сразу не понял, что, чего и как Закрепить материал придут в школу Это Крым и Россия вместе на названии нашего мероприятия Воссоединение Крымского полуострова с Россией Власть на Украине сегодня находится в руках самозванцев Которые узурпировали, захватили ее При этом, захватив власть, они ничего не предпринимают Не проводят никакую социальную, экономическую политику То есть не контролируют государство А вот и любимый ход лживых журналистов Работа на контрасте Пока счастливые дети в России учат азбуку с Твердым Лавровым У Стаса из Красного Лимана Донецкой области совсем иные проблемы Для маленького Стаса из Красного Лимана Который на неделе оказался в эпицентре кровавой войны Эта минута в федеральном эфире шанс Пусть и совсем крохотный, но все же шанс Если солдаты украинской нацгвардии оставили его папу и маму в живых То они обязательно его отыщут Потом как-то вечером приехали нацики И они приехали и забрали нас С семьей вместе? Да, на Аудеевку Потом привезли нас И семью туда отвели А с вами начали разговаривать Говорят, ты тут нам нужен для разведки А если не хочешь, короче, жить не будешь Слезы медленно капают на бутерброд А от испорченного нацистами детства Стаса ненависть просто закипает Он вспомнил, как солдаты сделали ему укол, как закружилась голова Как он ехал почти 50 километров на велосипеде к ополченцам Роман Игонин о том, почему Стас остался здесь, защитниками Донбасса И почему не вернулся туда, где держат его отца с матерью А это мама Стаса из Красного Лимана Та самая, которую якобы похитили коварные каратели Конечно, это выдумки Никто к нам не приходил В плен нас никто не брал К счастью, в небольшом городке на севере Донецкой области Российские новости не смотрят Иначе так и до инфаркта недалеко У меня ребенок психически болен Он состоит в психиатре на учете Ему что-то стукнуло в голову Он просто развернулся и пошел А потом, когда очнулся, в себя приходит Он уже потом начинает что-то сочинять Насколько духовно и православно Использовать больного ребенка Для вечерних сказок внутри российского пользования Судите, сэм Хотя есть подозрение, что это тот самый случай Когда скрепы трещат по шлам Дети повторяют за взрослыми Это императивы, это прямые призывы к действию Это раскрашивание мира В два цвета Белый и черный Мы белые А они все остальные черные Все, что мы делаем, это хорошо Все, что они делают, это плохо К счастью, все хорошо у Миши Попова Такого и по телевизору показать не стыдно Неужели тебя, шестилетнего, действительно так сильно тревожит ситуация на Украине Кстати, по соседству, с которой ты живешь Потому что это может заразиться прямо в России Не бандеровец, Обаму не любит Хоть на доске почёта в садике вешает Все винят Америку А они правы Этот, Обама Дает деньги Бандеров Они открывают тюрьму Хоть бы одну, где-то бандиты А потом там начинается вся жизненная жизнь Родители могут смело экономить на игрушках Миша регулярно смотрит телевизор И озабочен глобальными проблемами Вот вы вместо Игоря Стрелкова Стали верховным главнокомандующим Ваши действия? Атаковать славянцев И почему-то кажется, что со временем этого ребёнка Как и тысячи других Не придётся просить дважды Мне так кажется, людей я тут вы всех вывезу Только, когда бандеровцы останутся Россия! 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 Громче! Мест фашистов на Донбассе! Кто наш враг? Некрямин Устальный младенец Каким вырастет поколение, воспитанное на ненависти И готовое убивать уже в 4 года, покажет время И что мы должны с ними сделать? Получше! 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 Вот только кое-кому из вежливой азбуки Неплохо бы сложить слово «разум» Россия, антимайдан, закон, уверенность, медведь Глядя на современную Россию Как-то не складывается Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok